Субтитры подогнал «Симон» Нет сомнений, что Васнецова взволновала перемена, происшедшая с Верушей, Верой Савишной-Мамонтовой. Недавний подросток, облик которого запечатлел Валентин Серов в своей известной картине «Девочка с персиками», превратился в очаровательную девушку. Вернувшись из Киева летом 1896 года, он пишет портрет Мамонтовой, пронизанный чувством благоковейного восторга. Какая плавность, текучесть линий светлых рук, шеи, темной головки с вздетой в прическу ромашкой, и белое платье со скромным рисунком, и виноградная ветка в почти детских руках, и полуоткрытый рот, и чудесный глубокий взгляд кари-класс. Все содержательно, полно поэзии, понимания всей глубины этой чарующей натуры. Вера в полном расцвете молодости и красоты, ей 21 год. Но, вероятно, для Васнецова она была выражением чего-то более высшего, может быть, своей России, столь глубокоим любимой. Во всяком случае, через какое-то время он посылает ей в Италию, где она путешествует в стихи, как дополнение к портрету, посвященные Родине. «Только одна мне родная, в Руси я только одной, сердце любовью сгорая, в Руси отдам я святой». А в последующем письме радуется, что девушка отдыхает под теплым светлым солнышком, и добавляет «Возвращайтесь все домой укрепленными». Васнецов ждет Мамонтовых, ждет Верушку. Он делится с ней своими самыми сокровенными мыслями, зная, что его поймут и разделят его стремления и чувства. Дома дело много, а делателей мало. Счастлив всякий, кому удастся посадить и вырастить хоть маленькое семечко добра и красоты в родной земле. Своё прекрасное, родное, выросшее и расцветшее полным цветом, даст плоды и для всего человечества. О многом говорит нам лирический портрет Веры Мамонтовой, ведь Васнецов писал только близких ему по духу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok